Вот. Так, крепитесь. Магнитик. Магнитик. Желтка. А где еще магнитики? Действительно, у меня еще из-за лекарства, как все на... Англеска, видите? Я прям по-англески. Перевод. 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 Там магниты у нас есть, большие такие, большие магниты, которые... Действительно, у нас это на фестиваль магнитов, когда у нас есть такие корзины, где у нас есть. Я думаю, что у нас есть. Это мое или что? А, вот еще это по-русски есть. Так. Вот это вот по-русски. Ну, вот четыре стуки, вот так вот, нет? Ладно. Ну, я буду просто, видимо, ее... А, сейчас это... Найду до изглубая. Магнитик. На выдохе. На выдохе. Слышишь, что ли? Попробуем, кстати, лечитые с мальчиниками. Попробуем лечь. Значит, у нас сейчас разговор зашел про раку больных, поэтому я вас попрошу записать фамилию вот этих у докторов. Возможно, вы о них уже слышали. Они говорят, что они оба онколога с большим стадом работы. Это один итальянец, другой американец. Значит, Тулио Симонтий не итальянец, а второй доктор Колдвилл американец. Значит, они говорят, что любой рак должен быть исцелен. Не важно, какой это степени. Третий, четвертый, там уже две недели выписали жизнь, осталось жить месяц, осталось жить. Любой рак исцеляется. У них, у обоих, по десятке тысяч, а у доктора Колдвилла вообще сотни тысяч исцеленных пациентов. То есть, у них это все подтверждено. Это все медицинские, в госпитале пока не работали. Значит, Тулио Симонтий не был такой успешный, что у него собрали консилиум, отобрали диплом и посадили на три года. Да, Симонтий. В Италии. Потому что он, ну, как бы, один разрушил всю систему исцеления раку в Италии. Официальную медицинскую систему. Идите с честным сейчас. Значит, те официальные медицинские методы, которые используются, это химотерапия, радиотерапия. Процент успешности 4%, не более 4%. Они скрывают, они говорят там, допустим, что... В общем, подтасовывают статистику всевозможными способами и якобы у них выше успешность, на самом деле это 4%, не более 4%. Значит, ну, а я уже сказал, эти оба доктора исцеляют в любые случаи. Ну, они не могут сказать, что 100% исцелять, потому что человек может напугаться и все-таки побежать на химотерапию или соединять химотерапию с теми людьми, которыми они говорят. Значит, в конце концов, через три года Тулин Симонтий не выпустили, и сейчас его во всем мире уважают, приглашают все продвинутые доктора, то есть так же, как в России пострадавший, значит, герой, да? Так и он сейчас герой, ездит по всему миру, рассказывает. И мало того, что ездит, ему можно даже дозвониться с конкретным случаем, он расскажет, как, методику он расскажет, как его с конкретным пациентом отработать, да? Значит, принцип какой? В больной орган нужно подать соды, как можно больше, то есть сдвинуть баланс, исходить щелочной баланс в организме, да? Значит, вы, наверное, видели что-то подобное, вот такие лакусовые бумажки, да? Когда человек либо по состоянию крови, либо по состоянию слюны, значит, проверяет, какова его кислотность. Значит, кислотность или щелочность. Должно быть норма 6,8-7, а лучше, чтобы 7,2 и 7,4. Кровь у нас 7,35-7,4, да? Кровь специально защелоченная, чтобы там меньше было паразитов. То есть организм это делает искусственно. Как только вы добиваетесь баланса 7,0 в организме, все раковые клетки перестают расти. Неважно, где они растутся. А раз они перестали расти, то организм уже начинает пытаться с ними бороться, да? То есть даже если вы больше ничего другого не будете, только сдвинете баланс, все, этого будет вполне достаточно, чтобы дальше довести дело до конца. Каким образом баланс сдвигается? Конечно, надо поменять пищу, диету, да? То есть есть сильно щелочные продукты, есть сильно кислотные продукты. Вот сильно кислоты убираете, сильно щелочные добавляете, а остальное просто комбинируете. То есть чтобы сильно не менять свою диету или диету нашего пациента, да? Не все готовы резко вдруг все побросать и начать по-новому питаться. То есть диета Мойермана такая вот? А их несколько, их масса. То есть интернет забит этим, да? Главное вам понять принцип. То есть вы советуете человеку через интернет, найдете список тех продуктов и тех продуктов. Я даже с собой брошюрку вожу, но она на английском языке, и поэтому я работаю с англоязычными таким образом. Вы убеждаете человека, что ему нужно сдвинуть баланс. Конечно, лучше бы, чтобы он докторам не верил и не соглашался на химотерапию и радиотерапию, потому что обе эти терапии делают из человека помощь. Еще очень тяжело биопсия. После биопсии вот мы наблюдаем, это пускает кислород, это вообще жаль. А у нас практика, у нас какая-нибудь шишечка, сразу бегут на биопсию. Биопсии это просто берут образец. Иголкой прокалывают и берут образец. И туда попадает кислород. Понятно. Сама процедура неправильная. Да. Понятно. Хорошо. Значит, доктор Леонард Колвелл, у него сотни тысяч исцеленных, и среди них достаточно такие богатые люди. Люди, которые могут повлиять на общественное мнение, поэтому его не посадили. Его не посадили, диплом у него не отобрали, потому что за ним стоят серьезные люди. Его пытаются нигде не публиковать, о нем не говорить, потому что, ну, получается, совсем вся система не нужна. Многомиллиардный бизнес можно выбрасывать, да, если следовать его советам. А советы основные такие, соду пить по утрам. Чайные ложечки. Соды. Чайные соды. На стакан теплой воды. Теплой желательно воды. За полчаса до еды. На голодных животных. То есть ее гошеную надо пить, да? Горячей воды. Не горячей, теплой. Не совсем гошеная она. То есть она не шипит, она все-таки растворилась, да? Значит, это один из основных вариантов. А вообще, именно, питание. Питание. Сделать питание. Извиняюсь, я перениваю. Ну, прежде чем соду пить, нужно определить щелочной баланс, как он у тебя. Не всем подряд с соду пить. Значит, у всех раковых больных однозначно сдвинут в сторону щелочного. Есть такой ученый, Болотов, наверное, слышали, да? Он, наоборот, говорит, надо закислять организм. Значит, закислять организм, у него тоже есть хорошие случаи исцеления и так далее. Я для себя пока еще не установил, в каких случаях. То есть как-то там нужно сочетать. Но закисление он делает тогда, когда ему нужно на регенерацию пойти или еще на что-то. Хотя он тоже раковых лечит. Временное закисление, наверное, тоже нужно с каким-то эффектом. Точно так же, как нам хочется сладкого и горького поесть. То же самое, наверное, здесь получается. Но основной баланс всегда должен быть щелочной. Значит, что делают спортсмены? Сейчас же много всяких лекарств, которые увеличивают физические возможности. И у них постоянная гонка. Там изобретают лекарства, во время соревнований пытаются поймать. Принимают они стероиды там или еще что-то. Так что делали наши раньше? Немцы это делали в ГДР. Они просто соду пили перед соревнованием. То есть так же чайную ложку соды на стакан воды и побежал. Это продукт. Его в организме не определили. Он дает организму. Проверьте, если у вас и так нормальный баланс, зачем вам что-то куда-то забегать? У нас какая-то такая. Хочешь, не хочешь, пейсон. Это неправильно. Это неправильно. Абсолютно неправильно. Зачем же хорошее дело портить, да? Поэтому есть вот такие вещи, которые позволяют вам проверять постоянно себе или своим пациентам. Значит, любой рак должен быть с себя. Понятно, да? Значит, в интернете, на ютюбе, все видеофильмы Тульной стакан. Суманчини уже на русский переведены. Поэтому можете рекомендовать русскоязычный. Фильмы Леонардо Козвелла еще я не видел переведенных на русский язык. Может быть, где-то есть. Ну, по крайней мере, кто владеет языком, может рассказать основные принципы. То есть в качестве подтверждения. Небольшие ролики. Есть ролики по 15 минут. Очень убедительные. Человек, посмотрев один раз, точно не побежит на химотерапию. И у него появится желание выздороветь. Вот это очень важно, да? Они же уже все. Как им диагноз поставили. Даже если ошибочно. Они уже себя наполовину убили, да? Спать не могут. И все. Жизнь закончилась на этом. Ну, это как бы не касается нашего семинара. Это просто у нас реализация. Хорошо? Все. Может попробуем все-таки прицепить? Что? Ты хочешь попробовать? Нам сейчас нельзя, потому что только что пора пили чай. Хотя бы полчаса должно пройти после приема пищи. И вообще, наверное, лучше на голодном желудке. Ну, по большому счету неважно. Все равно, если час прошел после еды или до еды. Ну, все равно. Значит, там предлагаю сначала сглотнуть силину, чтобы новая порция пришла. И потом проверить. Ну, вот ты же не один раз будешь проверять два, а три раза, и все равно ты выйдешь на статистику. Самый правильный анализ, конечно, по крови. То есть лучше, конечно, по крови делать, но кровь не каждый может сдавать, тем более, если не отлажена эта система. Вот. Так. Все, да? Тогда, наверное, можно его убирать. Давайте, тогда можно его убирать. Давайте. 이렇게. Давайте. 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 Ага. Спасибо. Ага. Спасибо. Слава с вами. Подай, 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 подай. Да. Ага. Все. Это точно. Давайте. это итак пойдемте дальше значит у кого есть истинная еще болезнь или шея, плечи еще несколько вариантов применения техники доктор Кауфмана одну из них я вам уже показал можно назвать техникой матрицы то есть нашли точку с четырех сторон взглянули обязательно выйдете на проблему шеи мы уже с вами отработали теперь мы можем если мы немножко разбираемся в мышцах хотя может быть и не обязательно сильно разбираться в этих мышцах начинаем работать с позвоночником то есть мы точно так же как мы с вами балансировали позвоночник с целью выжинить его с целью воздействовать на внутренние органы как бы в целом организм спекнуть точно так же мы можем доработать по каким-то конкретным точкам то есть я сейчас вдоль позвоночника буду идти искать болевые точки прямо по самим позвонкам сначала иду по позвонкам первая линия с боковой стороны то есть не по остистам отросткам а по боковым отросткам первая линия вторая линия пойдет по пугарку мышц длинных мышц спины и третья линия я залезу от мышц пойду и вот я начинаю он говорит у него где-то внизу здесь болит да? вот я начинаю искать сочленение крестца с пятым позвонком да? обычно там всегда бывает там где мы с вами скучали достаточно серьезно давлю двумя руками чтобы он вот здесь вот чувствует да? какой-то болевой синдром как правило хроника потому что если это было болезненно я бы тихонечко нажал тихонечко бы нажал и уже отработал бы с этим значит здесь мы работаем уже по мышце то есть мы знаем что у нас есть длинные мышцы спины вдоль всей спины мы работаем со спиной сейчас поэтому я поднимаюсь либо выше либо ниже этой точки и оттягиваю то есть я поднялся так же на пять сантиметров и оттяну к руке или от? туда в сторону от себя или к себе в данном случае мне удобно от себя потому что к себе это на позвонок будет на позвоночник так вот оттянул боль прошла? она такая не то что бода а вот ну давай так вот я давлю сейчас болезненно? а? нет нет не болезненно уже напугался ушел то есть иногда достаточно просто обратить внимание на точку и рефлекс уже сработал да? организм пустит так вот я прошел по поясничному отделу первую линию ну одна была точка ушла а теперь вторую вторую линию иду по второй линии по бугоркам мышцы чувствительно вот здесь чувствительно да? так вот она чувствительно я знаю что у нее мышцы так идут я поднимаюсь либо выше либо ниже желательно на крепление допустим этой мышцы к костям да? поэтому я вниз спустился и вот так отодвинул боль ушла? к себе я подвинул да ушла боль жду 20 секунд если бы она не ушла я бы поднялся вверх и оттуда бы перебил понравилось бы такой чувствительности не было бы ну вот мне нужно 20 секунд задержать чтобы обмануть нос здесь уже конечно желательно чтобы либо вы знали как мышцы идут как мышцы идут но если вы работаете со спиной то вы примерно догадываетесь потому что здесь опять же может быть не один ряд мышц а три да? слой мышц одни мышцы в одну сторону и другую так ну что? боль еще нет? нет нет то есть боль ушла если бы я допустим отработал снизу и сверху и боль не ушла я бы сделал следующее я бы верхнюю точку взял не только не сдвигал бы а вот так загнул это называется загиб меридиана да? вот крутанул бы можно даже подняться посмотреть то есть я вместе с кожей с мышцами немножко загнул то есть в данном случае да в принципе без разницы как вам удобно что мы сделали? то есть в данном случае я даже не на физике работаю а больше по меридианам работаю вот болевая точка я на меридиане раз перекрыл да? движение снизу сработало если бы не сработало я бы сверху перекрыл по меридиану движения если бы не сработало это я бы еще меридиан загнул то есть четко бы я заблокировал этот меридиан И как у нас часть болевых ощущений проходит через эфирное тело. Это вы знаете, да? То есть, когда мы рассказываем на универсальном рейке, что такое эфирное тело и фантомные боли, вы знаете, да, что иногда потеряна конечность рука или нога, а боль человек иногда ощущает через эфирное тело. Поэтому вот здесь я отработал на эфирном теле с ним. Загиб меридиана. Ну, это уже в крайних случаях я применяю, когда не сработал просто блокированный меридиан. Так, иду дальше. Еще эту точку. Боли здесь? Чувствительно, да? Работаем не только на больные мышцы, но и на зажатые мышцы точно так же работаем. Если со спортсменом работаете, вот, сейчас с твоей этой поработаем, допустим. Игронотные мышцы точно так же можно поработать. Все, теперь я сверху, давайте. Ну, давайте сразу заодно меридиану. Боль прошла? Да. Да? Все. Все. Таким образом, проходя вдоль позвоночника, вы прорабатываете все-все-все проблемки, если у вас есть. Но временно, то человек готов платить, готов ходить к вам. То есть, это еще одна из техник, дополнительно. Значит, можно применить эту технику, когда вы знаете, где какая конкретно мышца идет. Допустим, если я нашел боль где-то здесь. Здесь у тебя есть боль, нет? Нет, у меня есть боль. Нет, у меня есть лицо вверх, пожалуйста. Он замолился на плечо, да? Так, вот это плечо. Да. То есть, у него здесь, на плече, есть болевой синдром, боль. Мы знаем, что с этой зоной работать очень тяжело. То есть, если мы посмотрим вот на этот рисунок. Здесь не нужно, вот эта зона нам достаточно. На этот рисунок, здесь вот вырезка как раз показана, да? То есть, мы знаем, что у нас вот на эту точку, на плече, крепится очень много мышц. Бицепс крепится, двухглавая мышца. И внутренние грудные мышцы тоже сюда крепятся. Вот. То есть, эта болевая точка может быть причиной боли от различных мышц. Поэтому я просто-напросто прорабатываю различные мышцы. А сначала я буду отрабатывать бицепс. То есть, я держу палец на одном конце этой точки. И либо за брюшко, то есть середину мышцы, отдавливаю туда-сюда. Либо на крепление ее на другом конце. Когда я отработаю бицепс, я буду отрабатывать внутренние грудные мышцы. Вот они тут веером расходятся. Это тоже очень часто бывает болезненная зона. Невралгия очень часто. Да. И тяжело прорабатывается. Итак, вот мы нашли эту точку. Больно? Все еще больно. Вот я сейчас на другом конце. На другом конце. И вот здесь вот сейчас буду сдвигать ему этот бицепс. Вот так? Попытка эфирин. Снять боль. Боль ушла? Можно подойти поближе? Боль ушла уже. Так? Показал, где вы здесь. Ну, вот если бы на этой руке показать, я ее придавил здесь. На другом конце я ее сдвинул туда или сюда. Боль ушла. Я мог сдвигать не здесь. Я мог сдвигать чуть-чуть спустившись на сухожилие. Да? Туда-сюда. Или на самом брюшке мышц. Какое состояние получается? Это самый простой вариант. И пользуйтесь. Но когда вы начинаете специализироваться, и приходит человек с конкретной проблемой, мучается уже много лет, и вы... Это точка тоже. Тоже болезненная. Вот. То есть мы будем отрабатывать ее таким образом. Надавливаем на точку. Значит, ну давайте я здесь вот попробую. Боль ушла? Да. Ушла. 20 секунд держу. То есть я отработаю возможное причинение боли через бицепс. Срабатывает. То есть бицепс, видимо, вовлечен. Но, скорее всего, после этого еще боль останется, и мы отработаем на других мышцах, которые на эту точку выходят. Все еще боль? Нет. Ушло, да? Значит, если бы она продолжала болеть, я бы отработал с грудными мышцами. Вот они здесь крепятся, и вот сюда они вот так расходятся, как веер. Внутренние грудные мышцы. Очень болезненно. Если вы сами себе сейчас попробуете здесь, вы обязательно найдете здесь болевые ощущения, да? Вот. У очень многих пациентов. Я бы также держал эту точку и сдвигал бы, допустим, вот сюда или вот туда, да? То есть просто-напросто сдвигал, вот как он у меня веер идет, я в сторону туда и сюда его сдвигаю. Вот давайте на этой точке попробуем, это нам на болезнь. Болезнь? Если я сдвину вот так вот, у него боль ушла, как ты знал? Да, ушла. Ушла. То есть значит все-таки эти мышцы здесь тоже вовлечены, да? Не только бицепс, но и эти мышцы. И вот таким образом, зная, какие мышцы крепятся на эту точку, вы потихоньку все отрабатываете. На эту же точку крепятся мышцы с лопатки и так далее, и так далее. Но это для специалистов или у вас схемка должна быть сидеть. Ну вот просто отрабатывайте все возможные варианты. Полет, очень удобно, может сидеть, может лежать. Как вам удобно ему подступиться. Так, еще раз переводите, пожалуйста. Если вопрос касается, допустим, этой мышцы или этой мышцы. Значит. Вот здесь я сейчас проверю. Где-нибудь больно? Ну, где-то... А? Чуть ниже. Чуть ниже, да? Вот где-то вот так, до стопки, траву здесь, да. Вот. Значит, я нашел эту болевую точку, и я должен оттянуть мышцу. Либо на этом креплении, на сухожилии филесовом, либо здесь под коленкой, где она крепится. То есть вот я сейчас опять ее давлю достаточно сильно. И если я под коленкой оттяну эту мышцу, боль прошла? Не совсем. Не совсем. Значит, попробуем здесь. Боль прошла сейчас? Да. Все. То есть если не сработало верхнее сухожилие, срабатывает нижнее сухожилие. И держим 20 секунд. Во-первых, мышца расслабляется, она у меня сейчас будет как масло плавиться. А во-вторых, боль уходит. Особенно для спортсменов, это характерно. А если варикоз или что-то там такое же? Да. Если варикоз, то вдавить мы здесь не должны. Мы будем использовать другие техники. Это абсолютно правильно. Варикоз тогда уже заметен? Вены уже не вводим, ступает или внутренний? Ну, внутренний, наверное, сильно бояться не нужно. То есть тогда уже вентилятор достаточно. Потому что если вам удастся расслабить мышцы, то там циркуляция улучшится. И так это польза, в общем-то, будет. Так, давай поищем здесь деньги. Не будет? Нет, здесь все нормально. То есть я бы точно так же отработал. Допустим, если бы нашел, это часто хамстринг называется по-английски. Не знаю, что это хамстринг называется. Значит, вот эти мышцы задние часто болят. Но они крепятся под коленкой. Я бы вот так на месте крепления просто-напросто взял бы вот так и поднял. В принципе, не обязательно. Я ее только держу для того, чтобы потом, во-первых, не потерять, перепроверить ее. Ну, и иногда настолько быстро уходит боль, что человек говорит, что ты убрал палец. Так, и таким образом абсолютно с любыми мышцами. Если болит, допустим, локоть, да? Вот здесь чувствуете, да? Вот, я знаю, что здесь идут мышцы-сгибатели кисти, да? Я пошел на другую конец этой мышцы и вот так ее сдвинул. Боль ушла? Нет. Нет. Значит, они задействованы. Значит, здесь у нас тоже есть различные мышцы вокруг этого. То есть тогда я начинаю сдвигать в одну сторону здесь. Боль ушла? Боль ушла. Боль ушла. То есть я нашел этот рефлекс. И 20 секунд с ними отработал. А из этой точки сюда не надо отрабатывать крепление? То есть отрабатываем только либо локтя, либо какие-то... Ну, я знаю, как они крепятся здесь, да? Я знаю, что это сгибатели. Вот эти мышцы, обычно, задействованы, либо те, которые поворачивают. Нижняя, может быть, конечно, она больше здесь внутри крепится. Если бы я не нашел, я бы искал бы дальше. Сколько дальше? Тоже немножко больше. И вот таким образом мы проходим все болевые точки, какие тут есть. Вот если вы себе сейчас нажмете вот здесь вот эту точку, у вас у всех практически сейчас найдется. Вот я вас сейчас попрошу все по парам поработать именно вот с этой зоной. То есть с разгибателями руки, да? То есть находите болезненную точку, а вот здесь ее снигайте. Если не срабатывают здесь, тогда поднимитесь прямо на сустав, и они крепятся здесь. Мы сдвигаем чуть-чуть выше. Если посмотреть по картинке по нашей, то поймете. Так, где они у нас здесь? Вот они. Вот они вот здесь вот крепятся. Вот если здесь болевая точка, мы либо вниз спускаемся, сдвигаем за связки, либо на месте крепления сдвигаем связки. Давайте сейчас отработаем. Потому что это очень часто вы можете сделать. Три больше? Что-что? По второму сколько можно? Допустим, вот сделаем. Так. Больше шула. Это надо. То есть доктор Хауфман говорит, 5-7 сеансов максимум вам понадобится. А обычно за один сеанс можно уйти со всеми, больше не вернуться. А это за раз или за раз? За раз в течение дня. За раз. Обготовилась. Нет, один раз всего. А, один раз. Так, сели, встали друг другу против друга и отработали. Хорошо. Хорошо. Вначале мы спускаемся вниз. Вот так вот. Вот так вот. Нет. Вот так вот. Вот так вот. И мы куда-то не считаем. И что вот так вот. Нашел край. Следующий более будет строчкой. Спускается либо вниз, либо вверх. Вот здесь, где она делится. И так далее. Это очень часто. Давайте разниматься. Давайте на сцене. Парашу. Вот. Да? Вот я могу здесь. Участник. Нет. Либо здесь. Вот здесь. Вот здесь. А мы тоже на сцене. Да. Да. Здесь он, да? Да. Или здесь. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...